Дамы и господа, доброе утро! Здравствуйте, уважаемые учителя, и приветствуем вас, представители Алиэксперы. Мы сегодня собрались здесь, на этой прекрасной ютуб-площадке, для того, чтобы подумать вместе, поработать вместе над проектами, которые могут сократить разрыв между образованием в том виде, в котором оно есть сейчас, и современным обществом, миром, и, в частности, IT от вас, которая идет на обувь со временем, уходит вперед, и кажется, что вызывание немножко отстает. Что это будет за проект, это решать вам в идеале, и это было бы здорово, если бы у вас получился работающий прототип какого-то решения. Это может быть все, что угодно, это может быть в приложении, это может быть любое мобильное приложение, это может быть какой-то ресурс. Важно, чтобы он решал эту задачу. И, в принципе, мы, как организаторы, эту задачу тоже нужно решить, потому что собрали вместе айтишников и жителей, и уже через ваше общение между собой хотим, чтобы этот разрыв сокращался. Так, меня зовут Алёна, и это моя коллега Варвара. Мы с вами будем в ближайшие два дня. И я хочу вам просто рассказать о том, как это все началось. Мы когда-то собрались вот 5-го октября, и здесь, на метапе, поднимите руку, кто тогда был. Раз, два, три. Их, ну, стоит на другом, и так. Спасибо. Да, у нас был питатель, на котором мы именилировали пота тогда просто идеи, да, о том, а что можно было бы сделать в этом направлении. Я хочу отчитаться, что уже сделано. Вот здесь был первый пункт всегда экскурсии в компании. Так вот, ассоциация «Образование для будущего» запустила такой проект, как «Каникулы для учителей», и вот уже зимой более 100 учителей сходили на экскурсию в разные компании. Поднимите руку, кто участвовал в этих каникулах зимних для учителей, да, вот 5-6 человек, окей, супер, отлично. Там был пункт «Гранты для учителей». Так вот тоже сделано, потому что ассоциация «Образование для будущего» запустила постоянно действующую программу у себя на сайте. Есть раздел «Заявники», где вы можете сделать заявку на поддержку вашего проекта. Поэтому тоже сделано в каком-то виде, но работает, будет, возможно, ваш ряд получаться. Там было пункт о том, что… Что-то в проблеме со школьной информатикой. Да, статус информатики в школе и так далее. Мы в рамках конференции «ВЕМ» сделали панельную дискуссию о проблемах в школьной информатике. Было несколько увлекательно на этот счет. И там была идея и несколько команд прилагала «Сакадон», и вот мы сегодня собрались на этот «Сакадон». Что дальше? Зависит от вас, да? То есть у меня вопрос был «Элект». Это будет зависит от вас и от того, какие проекты мы сегодня снимируем, и как вообще все это пойдет. Но пока не буду раскрывать всех карт, но еще есть и дальше некоторые планы по фотостоящему развеять. Окей, хорошо. Варвара. 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 Я представляю здесь достаток образования для будущего. Тут ваш сайт внизу. Последите, пишите заявку. Мы не рады их увидеть. И мы находимся в очереди всей компании «Парта ДОС». Я знаю, что многие из вас не были в собранной экскурсии, кто же на «Инстатик», кто же здесь должен? Ага, да, есть. Здесь тоже, да, мы будем на то решать. Отлично. Хорошо. Хорошо. Ага. И сейчас мы, как я вам показываю, здесь фоточку с экскурсии для учителей. И вот теперь мы пригодим Сергея, чтобы он рассказал, почему «Матротом» занимается, почему принимают нас в гости, почему принимают свои экраны. Сергей, есть экскурсия. А, да. Скажи, что, почему? Почему у нее такая? Здравствуйте, все уважаемые участники. Но скажу всем привет. Чтобы сделать это более неформально, мне кажется, что формально у вас заработка подается, да, формально вы занимаетесь, формализмом. А тут хочется, чтобы вы расслабились, получили удовольствие. А почему мы этим занимаемся? Ну, сколько, наверное, три-четыре месяца назад, Алена, как было в Беларуси, сколько вышло? Ну, в любой. В любой. Настала в пост в Фейсбуке. Кому интересное образование, готовым поучаствовать в каких-то проектах. Мне интересное образование. Интересное образование почему? У меня мама – предыдущая образование. Вот, она все же проработала в системе образования. И я впервые ученые, как не связаны. Но это очень интересно. Я понимаю, что, помогая учителям, мне кажется, мы помогаем нам. Может быть более долгосрочно, потому что многие компании подписываются на университетах. Многие компании подписываются на том, как бы быстрее нам привлечь сотрудников. И честно, я тебе очень радую вас. Вот. Мне хочется помочь. Поэтому отрадно видеть, что произошло столько много за три-четыре месяца. Вот. И зачем мы делали так о том? Алена, мы задавали немножко, чтобы этот разрыв каким-то образом уменьшить. Но есть еще несколько моментов, мне кажется, важных моментов. Первое. Вы все работали пять дней в этой неделе. Чисто вы пришли за ним. Не только поработать, правильно? Учите какое-то удовольствие. Поэтому получите удовольствие, самое главное. Это первое. Второе. Мне кажется, мы можем учиться у друг друга. То есть мы можем учиться у Варочи. А мы можем учиться у нас. Потому что это все-таки реальный опыт в ориентальном мире. Вот. Поэтому мы с вами этим поделимся. И если вы поделитесь с нами, с вашими проблемами, мы можем каким-то образом придумаем, как это можно решить. В общем-то, я думаю, все. Учите удовольствие. И хороших вам было дней. Учите удовольствие. Учите удовольствие. Учите удовольствие. Конечно, при Украине не состоялось бы без предстотного нашего главного партнера и спортера, а также оно не состоялось бы без наших прекрасных помощниц Александра и Зина Помахайки. И, пожалуйста, рамку мультимента слова – это люди, к которым вы можете обращаться во всем мелочим организационным и крупным вопросам, которые здесь для того, чтобы сделать ваше призвание комфортным и решать некоторые мелкие вопросы для вас. Да, мы тут дальше уже про серьезные вещи, но давайте сначала… Да, Палька. Да, мы хотели немножко вас директировать по критериям, которые вы придумали для ваших проектов. Мы не знаем, какие проекты будут, но мы подумали, что мы будем замечать какие-то вопросы в цели адреса, и, исходя из этого, мы подумали над критериям. И в то же время у нас стерилище захотелось, в результате которого мы хотели бы получить какой-то продукт, о котором говорила Алена, это наша диагональда, поэтому у нас есть определенные ожидания. Первое измерие – это рисование и движение проектов. То есть, что вы придумаете, насколько это актуально? Второе измерие – это технологии. Как вы будете использовать технологии? Будете ли их вообще там использовать? Сколько есть специал для реализации вашего проекта? Подробнее можете почитать, насколько ваш проект у вас требует развития, какие-то масштабируемые, скажут спрос для пользователей вашего проекта? И командная работа. Нам кажется, что эта критерия очень важна, потому что мы здесь в том числе и для того, чтобы мы поменялись идеями, навыками, чтобы учителя рассказали о своем жизни, в целях интернете о своем жизни. И поэтому нам кажется, что командная работа, по крайней мере для меня, это один из важных критерий социальных проектов. Мы надеемся, что вы будете совместно, эффективно, активно работать и получать с удовольствием учиться друг у друга. Вот такие критерии вы придумаете. Они будут поступить для вас в любое время. Учитывайте их, пожалуйста. И я бы хотела, после этих критерий, чтобы вы их уже начали обдумывать, попросить в лектора Финсансы, Александр Форчер, чтобы он рассказал про главные три, или главные Финсансы. Вот так вот, я про главные три. То есть, начать три раза, а второе. Да, да. Да и три будет, да, на кеме надо. Ну, я, значит, наверное, начну с тренировки. Тренировки поставим запасными. Все, с кем подойдет в конце приема трещин. Я, во-первых, хочу сказать, что я очень рад вас терпеть, потому что все-таки суббота, да. У, я понимал, когда был, это все-таки, у вас все-таки получили дни рабочие. И тем более, я дам вас перискну, но все-таки это почти этот формат. Во-вторых, я хочу вам послать вам удачи, потому что это какой-то такой верховый зал и это чувство. Потому что кто из вас должен захотонить? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну, я понял, что в основном атишники платили родные, да? А их педагогов, что в Афире, наверное, на... Да, нормально, нормально. Ну, то есть те, кто платила родные, не представляют, что такое захотон, и насколько это напряжное мероприе. Вас ожидают два дня очень напряжного труда, но после этих двух дней вы в семье. Я лично верю в дом, я вижу несколько примеров собока, что это вот хакатон, что это предприятие, оно меняет людей, меняет то, как они думают, что они делают. И это потом оказывает влияние не только на то, что вы здесь придумаете, а вообще на всю вашу жизнь, конечно. Это подход, подход к решению каких-то проблем. Вот. И, учитывая то, что мы, как говорили, что люди делают за хакатон, я хочу вам дать единую поддержку. Хоть мы тут и проводим хакатон учителя за айтишники, но большинство проблем, на которых люди приходят за хакатон, и которые они всегда решают, они могут решаться без айтишников. В дальнейшем. А что тебе без айтиfterей? Нет, на самом деле я не согласен. А что я не согласен? Вот без айтишников человек это оно решится, а без айтиперей, без айтиперей он не решится. Почему? Потому что когда начинаешь, все приходят, которые говорят, мы хотим сделать систему, мы хотим разработать тайны. Нет, вы не хотите разработать сайт, вы хотите решить проблему, да, и в большинстве случаев, когда начинаешь думать, а можно ли это платить тысячу сайтов, можно ли это занять группу и так далее, и так далее, оно оказывается, что да, то есть начинаете думать сначала с того, как решить вашу проблему, и вот эта вот программа предполагающая, если это возможно, я надеюсь, что это не возможно, а потом начинаете думать, как айтичная часть может усилить то, что вы делаете. Потому что, ну, сами понимаете, это все разработка какого-то сайта, разработка системы, программисты, генетировщики, все вот эти замечательные ребята, которые делают, потому что системы, а для того, чтобы деньги выпилили, не надо расширять какой-то результат. Регистацию часто можно показать на бумажке, да, и можно реализовать какой-то MBP, там, я думаю, потом расскажут, что это MBP, без существенного зараза. Теперь, хорошее. У нас есть главный бизнес, он, конечно, не такой большой, как мне бы хотелось, но и не такой маленький. Главным бизнесом будет гарантироваться с ситуацией на 500 рублей на развитие вашего проекта. Я думаю, для первого шага это хватит, а потом посмотрим, может быть, вы будете за вами инвестиции, реализовать в вашем проекте, чтобы заработать на живом доступе. Так что, в общем, я хочу пожелать всем удачи и не перед трудитесь, ну и старайтесь получать с собой. Все, всем большое спасибо. Спасибо. Кроме этого главного бизнеса и главной номинации, у нас есть еще несколько фурниров, да, несколько подарков, несколько номинаций от компании «Партнер». У нас друзей компания «Едпанк» представила списы для команды, которая делает самый интересный проект в категории «Спасл Эдспейс Молли». Это проекты для людей с ограниченными возможностями или с трудностями в обучении, которые вы как-то эти штуки решали. Дальше у нас есть номинация «Навыки 21 века», проект, который связан с «Навыки 21 века», поставляется «Развивайз», «Отвик Дэвид» и «Ноуды», и у нас есть еще тоже небольшой подарок от компании «Самарисус» за командную работу. Поэтому вот эти номинации тоже вас ждут и, может быть, какие-то из них добавят вам идеи. Я еще слушал, я еще тоже сделаю свой приз. Тысячу долларов за тот проект, который мне понравится, и плюс еще помогу вам дальше с предъявлением. Спасибо. Все, спасибо. Отлично. Только кто-то выбирает обороны. Да, да, да. «Самарисус» отлично, спасибо. И дальше у нас такая очень короткая презентация программы. Программы есть у вас, но мы еще раз пройдемся по всем пунктам. Все нужно в субботу и воскресенье. И программы есть еще в фейсбуке. Можете всегда посчитывать. Суббота и тоже. Спасибо. Спасибо.